Вы меня будут представлять, но я сначала сам как-то представлю. Меня зовут Сергей Беляков, не знаю, знаете ли вы меня. Я расскажу, если не знаете. Я, тут у нас книжная ярмарка, а я не писатель, совсем не писатель. Хотя я лауреат всяких литературных премий, но это не важно. Я историк прежде всего. И книги, которые я пишу, они не выдуманы. Они не просто основаны на реальных событиях. Они рассказывают о реальных событиях. Может быть так лучше, а то как-то уж больно громко. Нет, надо в микрофон, потому что мы видим запись. Так вот, они рассказывают о реальных событиях. И просто там действительно нет выдуманного. Они действительно созданы в работе с документами. Из документов берется все, от сюжета, сюжет, герои, все-все-все. То есть в них нет ничего вымышленного. Но иногда я могу себе позволить какую-то там маленькую реконструкцию. А вот что мы можем предположить? Ну я не обманываю читателя, я говорю, мы можем предположить то-то и то-то. А так я не выдумываю. Настоящий писатель, я думаю, это тот, кто сочиняет. Хотя вот есть, например, блистательный писатель Роман Сенчин. Он говорит, что он тоже не выдумывает. Но все-таки у него герои, у него реальная история в основе. Но герои все-таки не один в один со своими прототипами. Все-таки он не документалист. А вот Алексей Иванов, он абсолютный такой, конечно, мастер именно выдумки. Я так не умею, но это не мое дело. Вот если хотите почитать такую литературу, я вот ее пишу, расскажу подробно о книгах. Ну сейчас, наверное, я передаю микрофон коллеге, ведущей. Да, добрый день всем. Несмотря на то, что на стенде обозначен Станислав Гладков, это не я. Меня зовут Елена Селютина. Я доцент кафедры литературы Института культуры. И я считаю, что мне вообще выпала удача неожиданная представить такого гостя нам. Я не буду перечислять многочисленные награды, которые Сергей в разные годы получал. Я думаю, что если вы здесь, вы понимаете, о чем идет речь. Я хочу сказать, что Сергей, он очень такой многоликий, многопрофильный. И я постараюсь это в нашей беседе обязательно учесть. И если Сергей не возражает, то речь пойдет о человеке Сергея Белякова, речь пойдет о преподавателе, затем об историке, безусловно об авторе книг. То есть, соответственно, я хочу попросить разрешения вот на этот многообразный спектр моих вопросов. Пожалуйста, но я сразу предупреждаю, я человек в этом плане без биографии. Вот есть авторы, для которых биография важнейший момент творческой жизни. Скажем, Анна Ахматова. Невозможно представить ее стихи вне... То есть, возможно, конечно, но все равно есть стихи существуют в рамках и ее, этого великого Ахматовского мифа, который она сама себе создавала. Миф не значит, что это неправда. Это правда. Ну, там, может быть, не вся правда. Или там Захар Прилепин, современный писатель, который тоже сразу создавал свой образ. И в рамки этого образа уже укладывались его книги. Лучше, в большей или меньшей степени укладывались. А вот, скажем, великий поэт Николай Заболоцкий, у него вроде биография интереснейшая. Он там обреуд, в лагере сидел, прекрасный пивочек слова о полку Игореве. Но он остался человеком без биографии. Ахматова писала, я ватник сносила дотла. А она его никогда не носила, он его носил. Но как-то вот в стихах это не осталось. Ну, может быть, вам только кажется, что вы человек без биографии. Ну, вот я попробую представить другой взгляд, другой фокус, другую оптику. Но вот, когда я готовилась к встрече, я, конечно же, посмотрела, где учился Сергей, что было до. И вот в некоторых, я бы даже сказала, наверное, во всех биографических справках, ваша биография, ну, получается, творческая, научная, она начинается где-то с 2001 года, если я не ошибаюсь. Ну, вот кто-то захватывает 98-й год, соответственно, начала учебы. И при этом кажется, что есть какая-то такая лакуна, слепое пятно. То есть вот вы учились, на какой-то момент исчезли, и потом вдруг, неожиданно, вы выходите сразу готовым историком. То есть получается, что вы и учиться, и публиковаться начали практически одновременно, да, там, в 98-м году. То есть вот с 2000-х уже такая, как я понимаю, стабильная и регулярная вот эта исследовательская работа идет. Как так получилось, да? То есть вот что было до того, как вы осознали себя вот как историк? То есть все-таки это ведь выбор университета все равно сознательно. Да, дело в том, что я тут случай необычный в этом плане. Вы знаете, есть одна и та же беда, которая меня не коснулась, а касается очень многих детей. Родители мечтают, конечно, о лучшем будущем для своих детей. И стремятся всеми правдами, неправдами устроить их в университет, в академию. Ну, сейчас институтов-то не осталось. Ну, институты в составе университетов сейчас действуют. Все так вот солидно называется. И обязательно надо, чтобы дети получили высшее образование. Любое, любое. И дети часто, не зная, еще не сделав выбор в жизни, они еще маленькие, они еще недостаточно заелые, неопытные. И делают, ну, и родители, может быть, делают ошибку. Родители часто хотят, чтобы их дети пошли по пути, который они сами когда-то для себя, о котором они сами для себя мечтали, но не пошли по нему. Вот и должны реализовать дети то, что они реализовали родители. И идут все, конечно, в вузы после учебы. А я все сделал наоборот. Я после 9 класса, я еще 10-11 не поступил, после 9 класса я ушел работать. Я ушел работать. Это было середина 90-х. Денег не было. Надо было зарабатывать на жизнь. В городе Екатеринбурге закрылись очень многие заводы. Люди выживали. И ценилась не та работа, где много платили, а та работа, где платили. Платили регулярно. Вот я пошел работать на завод сначала, в РСУ. И там как раз не платили свою первую зарплату, я получил уволившись с этого завода. А потом работал грузчиком. Сейчас в это трудно поверить, но я здорово тогда был накачанный физически. Я там машину разгружал, в хлебном магазине грузчиком был. Машину разгружал в считанные минуты, очень быстро насобачился. Начальник был страшно мной доволен. Тем более я был не пьющий. А это вот не пьющий грузчик в те времена, это вот, знаете, ценилось. Это сейчас появились там... Грузчики новой формации. Да, и новой формации, и мигранты, да, мусульмане, которые не пьют. А тогда никаких мигрантов не было. Тогда грузчик, значит, почти всегда пьющий человек. А я вот не пил. Вот я поработал там, потом получил специальность. Я готовился пойти в армию и выбрал себе специальность армейскую. Я хотел стать в армии поваром. И я получил образование повара-кондитера. Причем в училище кулинарное меня не взяли, поскольку что-то им не понравилось в моем аттестате, хотя вроде был неплохой. А я закончил там курсы платные, ну, такие довольно большие, долгие. Но по этой специальности мне пришлось поработать, потому что пока я проходил практику, а там практика, ну, поварская, кондитерская, надо же научиться работать. Сейчас уж все позабыл, когда-то умел готовить. И вот тогда я подумал, что как-то вот на самом деле мне здесь скучно. Потому что когда я работал грузчиком, я пока ждал машину, я читал книжки. Вот там биографию Конфуция, например, там, новелла Кутагавы. Вот как-то вот так. Книги Льва Николаевича Гумилева, о котором с удовольствием могу рассказать, рассказывать бесконечно, наверное. И, в общем, только после этого я понял, что да, надо высшее образование получать, но я, конечно, уже понимал, какое. И, конечно, исторический факультет. Я пошел снова в школу, закончил два класса в школе еще и поступил в университет. А дальше уже начинается моя всем известная там биография. И свою первую статью я написал, только поступив в университет. Это было так, то есть это 98-й год, время еще такое не самое лучшее, и у меня не было денег куда-то поехать. Да, поступил с 15 из 15 баллов, еще тест 40 из 40 баллов написал, все было чудесно. Ну вот два месяца остаются до начала учебы, чем-то их надо занять. Было, и я решил, напишу-ка я статью. Я в последнем классе школы поднатоял на сочинениях, писал длиннющие сочинения на целую тетрадку, уже похожие на такие протонаучные работы. И вот тут решил, поставил научную задачу, в соответствии с интересовавшей меня тогда теорией Гумилева. А можно ли с точки зрения теории Гумилева объяснить, почему Юрий Карлович Олефа очень мало написал? И поставил эту проблему и объяснил. Так возникла первая статья про Юрия Карловича Олефу, где я его пытался объяснить с точки зрения теории Гумилева, особенности его творчества. Как это получилось? В принципе, я с выводами, в общем-то, и сейчас с этими согласен вполне. А дальше уже пошло-поехало, учился в университете, стал отпечататься. Ну вот видите, вы говорите, что биографии как будто бы нет, а мне кажется, контуры биографии уже вырисовываются. И тогда получается, что с моей точки зрения, то есть я тоже человек, который занимается наукой, вы наоборот, вы такой вундеркинд, self-made man, который неожиданно вдруг из человека рабочей специальности, которому стало скучно, вы вдруг одновременно с поступлением в университет пишете уже первые научные труды. Но пусть это будет таким штрихом к вашей биографии. А я хочу спросить немного о другом. Когда вы выбирали историческое образование, но вот мой коллега, который сейчас работает в Тюменском госуниверситете, говорил, что для него ролевой моделью был Индиана Джонс. То есть он был исключительно увлечен этой персоной, и все те, кто откапывал мумии, разматывал их и читал на мумиях древние письмена, это были его герои, подобные культурным героям, которые открывали мир. Вот в этом смысле, вы Индиана Джонс, или вы тот, кто в архивах посиделый? Как вы работаете? То есть почему именно история? Что увлекло именно в ней? Нет, ну это понятно. Почему история? Самая интересная вещь, которая может быть, это история. Для авиаконструктора самая интересная вещь, наверное, это его работа авиаконструктора, это самолеты. Для повара, опять-таки, кулинария. Для биолога его замечательная и очень широкая сфера деятельности. Для физика, физика, и физики там любят говорить, что у них единственная настоящая наука у всех остальных, там это ловля бабочек. Вот для меня история самая интересная. Просто мне это очень интересно этим заниматься. Я, наверное, к этому рожден. Это самое замечательное, что может быть, там, ну... И ученые вы все-таки кабинетные. То есть вам нравится именно работать с документами, с архивами? Да, да, да. Нет, ну как, я не походник, да. Я не археолог, не палеонтолог. Я не хожу в экспедиции, да, особенно. В основном, да, работаю за письменным столом, там, за компьютером, в библиотеке. Не обязательно, кстати, с компьютером. В архив я беру с собой все чаще всего не ноутбук, а ручку и блокнот, потому что это надежнее. Никакой файл не удалится. Бывает, там, работаешь с такими документами, которые, может быть, тебе раз в жизни попадут в руки, а надежнее, если они будут на бумаге. Я просто быстрее пишу на бумаге, чем набираю. И вы не испытываете зависти, ну, например, к вашим героям. То есть, ну, скажем, например, вот Лев Гумилев, насколько я помню, он с аквалангом нырял для того, чтобы посмотреть шельфы. Да, 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 да. Нет, ну Лев Николаевич, он замечательный. Лев Николаевич был, Лев Николаевич Гумилев, он был в этом плане, конечно, замечательный. Он с 19 лет в научных экспедициях, он практически каждый год до старости ездил в эти экспедиции, если только не сидел в тюрьме и не воевал на фронте. И он был, именно 21 экспедиционный сезон, и было бы много больше, если бы не 13 лет лагерей и не война. Так что вот такой человек, ему это нравилось, ему это было по сердцу. Ну, мне это просто, это не мое. Вы начали свое представление с того, что заговорили об объективности историка. Вот я как филолог немного по-другому смотрю на истории, в силу того, что в науке есть такое направление наратология, теория повествования. И вы знаете, что Тойнби еще, кажется, в конце 70-х годов, собственно, вывел проблему наративизации истории. И вот с этой точки зрения историю рассказывают люди. И люди очень часто примысливают историю. И все это зависит от горизонтов самого человека, который эти истории рассказывает. Вот в этом смысле ваши книги не демонстрация ли того, что сейчас историческая наука, она, безусловно, имеет вот этот вот крен от объективности к субъективности и билетеризации истории. Нет, ну, всегда, всегда, конечно, ученые-гуманитарии, историки, может быть, даже в большей степени, чем другие, конечно, зависят от своего «я». Субъективность трудно преодолеть, и, может быть, и не надо преодолевать, потому что попытки создать абсолютно такое стильное исследование, они оборачиваются тем, что книгу читать невозможно, просто скучно. Блестящие историки прошлого, там, Костомаров, допустим, Николай Костомаров, прекраснейший историк, ныне подзабытый. Николай Михайлович Карамзин, которого сейчас почему-то стали ругать, особенно люди его не читавшие, он был прекрасный историк, он просто во многом, ну, очень сильно повлиял на развитие и науки, и образования в России. Вот они были незаурядными литераторами, они, конечно, свое «я» привносили. Карамзин как монархист, убежденный монархист, но честный человек. Вот смотрите, вот к чему должен стремиться ученый, ученый-историк. Совершенно объективным он быть не может, но стремиться к объективности он обязан. Когда Карамзин, подчеркиваю, монархист, пишет свою знаменитую главу, посвященную царствованию Ивана Грозного, особенно периоду Опричнины и после Опричнины, ведь он пишет вещи более взрывоопасные, чем многие историки-республиканцы, потому что он стремится к объективности, он не скрывает самых страшных, самых черных страниц Иванова царствования. И это, мне кажется, как раз правильный подход. Он и субъективен, он и объективен. Поэтому я думаю, что вот в этом преодолении собственной субъективности, в стремлении рассказать о том, как было на самом деле, и рождается хорошее историческое сочинение. То есть вопрос, зачем исследовать ложь, даже такую интересную древнюю, перед вами никогда не стоял? Как ложь исследуют? Во-первых, историк берет из источников информацию. Источники, они, есть целая наука, источника видения. Она подразумевает, как находить истину в исторических источниках, которые могут врать. Но бывает даже в том источнике, который врет, можно найти крупицы истины очень даже часто. Надо уметь правильно с ними работать, с документами, задавать правильные вопросы источнику. Тогда мы сможем найти то, что хотим, и хотим мы найти все-таки. Цель историка, как правило, заключается в том, чтобы рассказать, как было на самом деле. Лишь немногие, такие как Лев Гумилев, они бы пытались еще рассказать, а почему было так, а не иначе. И можем ли мы прогнозировать будущее на основании прошлого. Но это уже высший пилотаж, который доступен немногим. А стремиться надо, прежде всего, рассказывать, как было на самом деле. Ну вот тогда, если помните, то в конце романа Умберто Эка «Имя розы», после гибели монастыря, после гибели огромного количества рукописей, там есть такой чудесный образ, я помню, что меня глубоко тронул, летающие в воздухе, обрывки, вот этих вот рукописных текстов обожженные. И понятно, что для Умберто Эка это такая метафора интертекстуальности и современной культуры. Вот в этом смысле, склеивание различных источников, использование различных текстов, вот насколько для вас оно сложно? То есть, вот сколько вы пишете книгу? Как вы работаете? Вот это самое лучшее, самое интересное, когда из того, что казалось таким строительным материалом, и даже непригодным для постройки, можно создать удивительный двоец, удивительный замок, храм, и историю, когда создает, когда он, если достаточно строительного материала, то можно создать и храм, и двоец. Это как раз самое интересное в работе. Ну, сколько пишу, ну, по-разному. Трудный вопрос. Ну, скажем, все мои книги... Ну, вот последнюю книгу, например. Да, сейчас скажу. Все мои книги довольно толстые. Вот последняя, она у нас, кстати, тут нету ее, да, но я покажу. У меня с собой есть. Вот это, если не считать мои диссертации, которые тоньше, вот это из моих книг самая тоненькая, да? «Паивские мальчики в сталинской Москве». Сколько там страниц? Сейчас скажу. Около 600, наверное. 670. 670 страниц, кстати, поставлю. Да, 670 страниц. Вот. В Гумилеве, по-моему, страниц 800. Гумилев сын Гумилева. В двух моих книгах об истории культуры и культуре Украины там тоже под 800. То есть это огромнейшие книги. И трудно сказать, сколько я писал, потому что, ну, вот эту книгу, как вам сказать? Я начал работать, я как сейчас понимаю, работа началась тогда, когда я не думал, что эту книгу напишу. Работа началась с того, что я прочитал дневник вот этого замечательного молодого человека, Георгия Фрона, сына Марины Цветаевой, которого все называли Муром. Это было лето 10-го года. Лето 10-го года. И вот я написал статью для журнала «Новый мир». Ее опубликовали весной 11-го года. И я не думал, что напишу книгу. Но потом собирал материал, так он как-то собирался сам с собой. И в конце концов я решился написать вот такую книгу. Работал над ней, начал работу осенью 19-го года. Сдал я ее в издательство в декабре, в конце декабря 20-го года. То есть чуть больше года прошло. Но потом еще полгода мы работали над эдактурой. Я еще ездил в архивы, так что в общей сложности года два. Но до этого шел сбор материала, потому что до этого я еще решил прочитать те книги, которые читал Георгий Фронт. Чтобы понять его... То есть французскую литературу модерна. Он не только ее читал, он и русскую классику читал, и американскую литературу современную, английскую. Много... Олдингтон он читал, Хакслон он читал, много всего читал. Читал в основном на французском. Я, конечно, читал в русских переводах. Он читал на французском и на русском. И получается так. То есть самая большая часть была написана в течение одного года, в течение 20-го года, во время года знаменитого нашего карантина. В этом плане повезло, потому что можно было сидеть дома и работать. Чем я и занимался. А до этого времени я, скажем, нафотографировал, наверное, за 10 лет подшивки «Вечерней Москвы», газеты «Правда», поменьше, но тоже кое-что «Комсомольской правды», «Красные звезды». в архиве, в Химках есть архив, не архив, извините, хранилище газет, библиотеки имени Ленина, да, хранилище газет, вот туда я ездил, фотографировал эти газеты, чтобы воссоздать мир того времени. Это только часть из источников, там множество источников у меня. Вот. То есть работа была довольно интенсивная. И, может, работа комбинетного, в чём она бывает, тоже очень интенсивная. Вот сидишь, работаешь. С Гумилёвым ещё интереснее. Книгу о Гумилёве, 700 страниц, да, подчёркиваю, я написал за год. Но материалы я к ней собирал с 15 лет, получается, с того времени, как в первый раз стал читать Льва Николаевича. Так что вот сбор материала длился очень долго, а сама книга довольно быстро написана. Там над книгой «Тень Мазепы», ну, год это и работал, да. Вот так вот. Тогда вопрос снова вот о новой вашей книге и о главном герое Георгии Фрони. Вот, когда я смотрела реценции на неё, а их вышло довольно много, и надо сказать, что они выходили в очень разных полярных изданиях, я, наверное, вот бы обозначила два таких полюса. То есть в части рецензии Георгий Ефрон выглядит таким пояснителем жизни, ну, получается, Марины Цветаевой, а в части книг он что-то поясняет в жизни своего отца, да, у которого такая очень интенсивная биография, интересная, да, там с перебросками из одной стороны в другую, и так далее, и так далее. Вот, в этом смысле, нет ли ощущения, что вашего героя критики несколько присваивают ради целей, не ради которых вы создавали книгу? Мне кажется, что Георгий Ефрон вам был интересен именно сам по себе, не как сателлит. Да, в том-то и дело. Традиционно Георгий Ефрон, его знаменитый дневник, которому доступ исследователи получили после 2000 года, когда был открыт архив Марины Цветаевой, до этого был запрет, наложенный Ариадной Ефрон сестрой Георгия, публикации дневников в 2005 году. Почему он был наложен? Ну, личные причины, там есть что-то, да, конечно, есть что-то скрывать. И вот с этого времени этот дневник активно использовался, но именно как источник по биографии Марины Цветаевой. Только в последние годы стали появляться исследования, уже такое вот, появилась такая новая отрасль, не знаю, как ее назвать, муроведение, то ли, вот, когда уже появились исследователи, которые специально занимаются муром, и в 2020 году была уже конференция, там, на одной из Цветаевских конференций, там был целый большой отсек, посвящен именно биографии жизни Георгия Ефрона. А до этого времени, буквально до последних лет, он был именно приложением к Марине Цветаевой, источником по ее биографии. Ну, конечно, Марина Ивановна, она гигант, она весь так велика, такая потрясающая, что она затмевает всех вокруг себя. Но все-таки ее сын, который прожил совсем немного, он интересен и сам по себе, не только, как сын Марины Цветаевой. И я хотел написать именно о нем, тем более, он меня именно интересовал, понимаете, я не биограф поэтов, хотя у меня есть одна большая работа о Николае Заболоцком, но он меня интересовал не столько, как поэт, хотя поэт он потрясающий, как меня интересовали его философские взгляды. А так я бы не стал писать, конечно, о Марине Цветаевой, но они написаны много и написаны блестящими литературоведами. А Георгий меня интересовал. Георгий меня интересовал прежде всего, как человек между культурами, как русский француз, как человек, который родился в Чехии, вырос во Франции, погиб в Советском Союзе, точнее, на фронте он погиб в рядах Красной Армии. Вот. И меня интересовала его идентичность, с кем он был, французом или русским. Если французом, то почему, ведь у него среди предков французов нет. Вот это меня интересовало, это был изначальный такой импульс к работе. У меня сложилось впечатление, что не только об этом вы в книге говорите. Когда я начала ее читать, у меня возникло ощущение, что даже не начала, в целом, у меня возникло ощущение, что я теперь знаю о Москве 30-х даже чуть больше, чем хотела, потому что я теперь знаю, сколько стоило мороженое, поездка на автобусе, бары, рестораны невозможно сказать, но в общем, где ели, пили, веселились, что носили, в какой степени изношенности были костюмы, например, и какой костюм считался максимально шикарным в 30-е годы. И в этом смысле для меня во многом вот этот труд, он стал в каком-то смысле иллюстрацией к советской повседневности. То есть вот есть такой кейс в современных исследованиях, и он очень-очень модный, который называется культура повседневности. Да, история повседневности. И получается, что в каком-то смысле вы работаете вот в этой тенденции, в этом тренде, современной науки, то есть внутри теории моды, внутри вот всяких культурологических изысканий. Вот на ваш взгляд, правильно ли рекомендовать вашу книгу к прочтению именно вот в контексте вот этой проблемы большой, то есть именно в контексте истории повседневности? Я думаю, конечно, она об этом, книга-то называется не жизнь Георгия Фрона, да, «Паирские мальчики в Сталинской Москве», и Сталинская Москва здесь герой не менее важный, чем Георгий Фрон и Митя Сиземан. Дело вот в чем, это, и сама тематика это очень интересная, мне это очень близко, но немножко в истории науки, такой маленький экскурс, надеюсь, не будет скучно, долгое время историки писали о побед, о полководствах, о политиках, о королях, вот историю королей, историю восстания, историю, потом политическую историю, военную историю, а вот эта история повседневности, она уходила на второй план как-то, не то, что не занимались совсем, но она была такой второстепенной, вот где-то с 20-30-х годов положение меняется, во многом благодаря историкам школы аналов, французских историков, их основоположники этой школы Люсьен Февр и Марк Блок, и потом уже это первое поколение школы аналов, второе там Фернан Бродель, позднее Жак Легов, Пьер Шоню и другие. Вот историки этой школы как раз и в числе прочих своих, прочих их достижений был и особый интерес к истории повседневности, к истории ментальности, к истории представлений, они стремились восстанавливать подлинную жизнь людей прошлого, не только историю королей, не только историю полководцев, не только историю политиков, религиозных движений, политической борьбы и так далее, а историю того, как жили люди. И я думаю, что на самом деле в чем-то их предшественником был наш великий писатель Лев Николаевич Толстой, который как раз в войне имеет это и утверждает. Наполеон там второстепенный герой, а важнее жизнь людей, простых людей, повседневная их жизнь. И баллы, охота, это важнее сражения. И так что Лев Николаевич здесь их превзошел там лет не на 100, а на 70 получается. Вот, да, поэтому, да, конечно, это история повседневности, в этом жанре написана книга. А критик театральной Марина Давыдова в одной из своих публикаций говорит о том, что ностальгия это главное чувство современных россиян. И в зависимости от своих взглядов, в зависимости от того, как человек культурно наполнен, это может быть ностальгия по 20-м, по 30-м, по 60-м. Вот, понятно, что для историка ностальгия чувство может быть вторичное. Все-таки исторические изыскания не из чувства ностальгии делаются. Но, вот, в этом смысле можно ли говорить о том, что вы написали ностальгическую историю сталинского времени? Я не знаю, у меня не было такой цели, но если так воспринимают, почему нет, я не... Ну, значит, слава Богу, значит, книга удалась, если такое ощущение возникает. Конечно. В филологии тоже есть сейчас такое направление исследования, оно связано как раз с исследованием эго-документов, и вообще, в целом, человек обыкновенный, он сейчас занимает гораздо большее место, чем великие фигуры. вот в этом смысле, когда мы исследуем эго-документы, вот я уже говорила о примысливании истории, о точке зрения, как можно снять вот этот вот шлейф примысливания, то есть сколько источников вам необходимо для того, чтобы подтвердить факт для вашей книги? Ой, знаете, чем больше источников, тем лучше, но бывает, что, конечно, вычерпать море невозможно. И в этом плане вот с книгой про Мура и с книгой про Гумилева было легче, потому что по крайней мере обозрим круг источников основных, касающихся жизни главного героя. Когда там я писал «Тень Мазепы», там источников столько, что два научных института за сто лет не обработают. А здесь, ну, конечно, надо максимально охватить все источники связанные с ну, все источники личного происхождения, да, все, что тем же Муром было написано, создано, все, что хранится. Ну, у нас на самом деле не так ведь много, насколько я понимаю, его дневников. Нет, ну, кроме дневников есть письма, есть еще там сохранившиеся в его вещи, выиски из журналов, которые тоже дают представление о нем, что он вырезал из газеты, вырезал из журнала, это тоже дает представление, человек, это тоже источник. Вот. Но здесь круг еще может быть не очень большой, но круг источников, которые восстанавливают эпоху, он, конечно, громадный. И здесь приходится иногда останавливаться просто потому, чтобы книга не лопнула, да, от обилия фактов, она и так у меня очень фактами-то изобилует. Она изобилует научными сносками, в этом смысле, даже если не иметь в виду вот этот вот билетристический все равно ракурс в вашей книге, да, то есть все-таки это и билетристика в том числе, то есть это увлекательное повествование. Для, мне кажется, для историка, который занимается этим периодом, там достаточно много вот именно этих исторических источников. Да, конечно. Так это и путает. Есть некое противоречие, как мне кажется, между тем стилем повествования, которое вы выбрали. Он действительно легкий, увлекательный, он держит, он не отпускает. И вот этим вот... привычным научным дискурсом. Наоборот, так и должно быть. Что вы. Я не случайно упомянул историков 19 века, которые писали хорошо. Ну, не все так хорошо писали. Скажем, великий Сергей Михайлович Соловьев, он писал так суховато. И вот не так легко читать, как Рамзина и Костомарова. Но вообще, это же очень хорошо, когда историк пишет увлекательные истории. Тем и хороша, что она не только наука, она и искусство тоже. И умение облечь свои сочинения в изящную, литературную форму, это большое достоинство. И, кстати говоря, это достоинство первого историка, известного нам Геродота. Он... он как раз писал увлекательно. По-моему, это очень хорошо, когда вещи серьезные по содержанию, интересные, легко воспринимаемые по форме. Это не недостаток. Хотя, меня как-то критиковали на предзащите, что моя диссертация слишком хорошо написана. Но, по-моему, это не минус. Я думаю, что да. Безусловно, для 600-страничной книги увлекательность и интрига, мне кажется, это безусловный плюс. Потому что большой нарратив есть большой нарратив. И чтение это безусловный труд. Когда вы писали книгу о Льве Гумилеве, получается, вы к нему шли довольно долгое время. Как я понимаю, то есть самой юности. И он вас занимал и не оставлял. И вы набирались впечатлениями о нем так или иначе. И здесь видна некоторая логика. Как Лев Гумилев вышел на вас и как вы вышли на Льва Гумилева. А как же вы вышли на Эфрону? На Эфрону это была очень простая история. Чуть-чуть издалека зайду. Поскольку меня всегда интересовала вот эта проблема человек во время контакта культур, этносов, проблема межэтнических отношений. И особенно интересно, когда это все отражается в таком прекрасном источнике, как интимный дневник. Вот я читал дневник Анны Григорьевны Достоевской в девичестве с Ниткиной в 1867 году они вместе с Федором Михайловичем отправились в заграничное путешествие, которое продлится целых четыре года, по сути, их свадебное путешествие. И она вот первый год, ну пока не родила первого ребенка, она вела дневник. И вела его стенографическими записями, понятными ей одной. Поэтому он очень откровенный. И она записывала все мимолетные свои мысли, чувства и мысли, чувства Федора Михайловича, насколько она могла передать их. Вот. И получился очень интересный историк. А потом его расфифровали, этот дневник. Есть академическое издание, давно доступное, всеми известное. И я его читал и написал статью о образах немцев и швейцарцев, вообще иностранцев в этом дневнике. Потому что дневник потрясающий. В общем, там Анна Григорьевна и Федор Михайлович говорят всякие гадости о немцах и швейцарцах, какие они противные, какие они глупые. Но немцы у них прежде всего глупые. народ невероятно глупый. Швейцарцы пьяницы. Все там, все ужасно в Германии, в Швейцарии. И это очень забавно, интересно читать. написал статью и с докладами на конференциях несколько раз выступал. Все на анализе этого дневника. И вот мне мама говорит, ты же любишь читать дневники? Я нашла в районной библиотеке появилась новая книжка. Посмотри, может быть, ее стоит не просто в библиотеке взять, а может, ее купить стоит. А это книжки были как раз дневники Георгия Эфрона. Вот, собственно, с этого началось чтение дневников Георгия Эфрона, вот та самая статья в журнале Новый мир. И потом уже с этого и пошло, выросло до целой книги. Ваши герои прямо скажем не безупречны. Они совершают разные поступки, ну, в общем, может быть, соразмерны тем личностям, которых вы исследуете. Но вот если Лев Гумилев это такая довольно все равно долгая жизнь и сложные обстоятельства, в которых он существовал. Здесь вот 19 лет, да, но в общем тоже когда мы читаем, особенно в соотношении вот этих материнских линий, взаимоотношения героев с самыми, казалось бы, близкими людьми, вот разочаровывались ли вас когда-нибудь ваши герои? Кто значит их разочаровывали? Ну, предположим, вы читаете какой-то вот эго-источник, может быть, письмо, дневник, или какие-то перекрестные, может быть, там, выстраиваете мета-связи и вдруг понимаете, что это совершенно не то, что вы ожидали. Нет, тут разные вещи. Слышно, да? Тут разные вещи. Может быть, разочарование в том духе, что ты ожидал какое-то интересное развитие событий, а герой ведет себя неинтересно, вот это одно. А другое дело, что герой не идеален, да? Может быть, этически, вот я это не веду. Да сколько угодно, начиная с Льва Николаевича Гумилева. Мне кажется, книга именно потому и получилась, что Лев Гумилев у меня очень не глянцевый такой, не приглажен. Совершенно не глянцевый, удивляющий в этом смысле. Он очень яркий был человек, но у него были не очень хорошие поступки. Я знаю, не всем понравилось, что я там его дунжанского списка коснулся, его идея о том, что у мужчины должно быть столько женщин, сколько прожитых лет, а он прожил 79. Вот это вся жизнь, но это, понимаете, это не интерес к желтому, это просто попытка создать полноценный, полнокровный образ человека, потому что идеальный герой, который только и делал, что родился, учился, совершил великие достижения, умер, и ему поставили памятник, ну это скучно, это неинтересно, а главное, что в этом нет жизни, в этом нет истории, история была другой, дело не в том, что там, журналистов интересуют вот эти желтые истории, на которые клюет читатель, нет, не в этом дело, дело в том, что без воссоздания человека во всей его полноте, со всеми его достоинствами, недостатками, не получится хорошая биография, иначе не бывает. то есть, соответственно, вот эти вот этические колебания героев, они для вас все-таки, это материал. Да, конечно, и потом, и даже с юмором относишься, когда Мур пишет в дневнике, что он единственный замечательный человек в этом дачном поселке Пески, это смешно, это забавно, ну да, он такой мизантроп, он очень высокого о себе мнения, ну подумай, на самом деле очень забавно смотрится. Есть ли какие-то архивные источники, которые, ну, например, скрыты от широкой общественности, ну, может, в широкой спецхране, например, лежат, которые бы вам, как историку, хотелось бы прочитать и, может быть, выстроить следующую книгу? полным, Вот расскажите, что это за источник? полным, полным, да вот даже в работе над парижскими мальчиками, я общался с племянницами друга Георгия Фрона, Дмитрия Сазымана, Натальей Сазыман и Мариной Машанской Сазыман, одна из них живет в Париже, другая в Москве, и вот они хотели восстановить историю семьи, ездили в архив ФСБ, хотели выяснить, судьбу своей бабушки, да, вот, мать Дмитрия, Нина Антонина Николаевна Насоновой, Насоновой, Сазыман, Клепенина, вот, и им дали несколько копий страничек из дела, а дело не дали, и когда они спрашивали, а когда будет делать это доступно, будет когда-нибудь, им сказали, никогда, никогда, она была завербована Сергеем Яковлевичем Эфроном, и была в советской разведке, да, советской агентуре во Франции, да, так вот, никогда, данные советской агентуры во Франции не будут раскрыты, ничего себе, и потом им еще сказали такую замечательную фразу, такую фразу, у вас была замечательная бабушка, боже мой, какие открытия нас ждут, если это никогда, все-таки, когда-нибудь прервется, и будут опубликованы эти документы, какой мир нам еще откроется, ну, конечно, есть, вот сейчас я изучаю биографию всем известного, казалось бы, человека, Евгения Петрова Катаева, соавтора 12 стульев, и вот мне очень интересно посмотреть кое-какие документы именно в архиве ФСБ, но пока доступа нет, а там, я убежден, есть интересные документы, должны быть документы его касающиеся, я не убежу, не знаю, есть ли, но могут быть, было бы очень интересно посмотреть, человек занимал очень высокие посты в конце своей жизни, и просто так на эти должности не принимались, был главным редактором журнала Огонек, главный советский журнал, высокая номенклатурная должность, что мало вяжется с образом соавтора веселых, двух веселых романов о великом комбинате, так, конечно, есть, конечно, есть, спасибо большое, наша встреча предполагает, что нашему автору можно задать вопросы из зала, мы готовы работать, у нас Елена получит приз от библиотеки за лучший вопрос, спасибо, Сергей, я хочу напомнить читателям, что есть возможность купить сейчас книгу, получить автограф из рук автора, ну и, естественно, задать лучший вопрос, я? Давайте, все, я бегу к вам, здравствуйте, Сергей, в начале беседы практически вы сказали про то, что после девятого класса вы никуда не поступили, я не стал никуда поступать, мы не стали никуда поступать, да, и, наверное, вопрос, который сейчас волнует, ну, наверное, всю молодежь, в том числе и меня, как вы считаете, как историк, который знает, что было, и как аналитик, который думает, что будет, а как вы думаете, самообразование сейчас стоит наравне с поступлением в высшее учебное заведение, если там не говорить о, ну, грубо говоря, профессии врача, конечно, ну, который не выучится без университета, а самообразование котируется ли и будет ли это дальше? Ну, понимаете, для самообразования все равно очень сложно, нужны хорошие учителя все равно, и не уверен, что молодой человек в юном возрасте может их найти в достаточном количестве и может освоить в достаточном объеме науки, которая ему нужны. Другое дело, что может быть хорошо, если в университетах будет больше курсов по выбору, куда могут записываться люди, они не ходить на какие-нибудь стандартные скучные лекции, а ходить именно к хорошему педагогу. Знаете, я вообще думаю, что сейчас, конечно, высшее образование очень меняться будет, ну, скажем, должны уйти лекторы, которые не приносят ничего нового, когда вот раньше сколько угодно было преподавателей, как там 15 лет читает курс один и тот же, в одной и той же тетрадке, да, кому это сейчас нужно? Записали один раз эту лекцию на Ютьюбе, все. Будут востребованы те, кто читает, скажем, каждый раз лекцию по-разному, да, вот такие будут востребованы. Потом, кому нужно слушать, скажем, плохого преподавателя по истории или заурядного, когда в том же Ютьюбе есть лекции, допустим, Андрея Борисовича Зубова. Я, начиная с вот эпохи карантина, с 20-го года каждое утро начинался его лекции. Сейчас по истории религии, по истории Древнего Востока, вот, когда есть такие, да, лекторы. Жаль, что тот же самый Лев Николаевич Гумилев мало записан, у него лекции были потрясающие. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, самостоятельно освоить сложно, это не заменит полноценного высшего образования, но большим дополнением будет, и в любом случае, может быть, самообразование будет самым важным в изучении, так сказать, в вашей подготовке к жизни. Не то, что вам другие дяди придумали, а то, что вы сами выбрали, по крайней мере. Так что, это не замена, но очень важное дополнение, очень важное. Еще, да? Давайте, я подойду. Добрый день, очень рада наконец-то лично вас увидеть, потому что, когда я читала Гумилев, сын Гумилева, мне, в общем-то, все время хотелось задать вам этот вопрос. Ну, это читательское восхищение, потому что я, честно говоря, даже не представляю, как может выглядеть технически вот эта вот работа. То есть, вы каким-то образом, наверное, выписывали в течение 15 лет факты из каких-то дневников, из каких-то писем, из каких-то интервью, и у вас в тексте очень четко идет сопоставление, что в одном источнике так, в другом вот так. Это подтверждается вот этим источником. Как технически вы выстраивали вот эту историю? Выписывали на карточке, раскрадывали какой-то пасьянс? Выписывали в таблицу Excel, или у вас компьютер все это замечательно комбинировал по какой-то дате? Или вы все это держали в голове? Наверное, с карточками это ближе к истине. Да, у нас был, ну, собственно, это старый метод, который сейчас не устоял, просто карточки могут быть на экране, они не обязательно бумажные. Да, у нас, я помню, был такой ненавистный всем студентам предмет. Нам преподали это на истории Древнего Востока. Когда пришел очень суровый преподаватель с фамилией, кстати, даже говорящий с уровень, он был, как я потом узнал позднее, японист, и вел у нас семинары по истории Древнего Востока и учил нас как раз работать с карточками. Учил так, что где-то через пару занятий парни стали говорить, они сговариваться, чуть ли не побить ли нам преподавателя. Так он был всем ненавистен, но потом узнали, что у него черный пояс по карате, и как-то эта их идея умерла довольно быстро. Он действительно очень сурово, жестко обходился, может быть, кстати, это вот японская закваска сказалась, но мы запомнили, конечно, это очень удобный метод работы, в голове я так стройко держать не смогу, потому что у меня нет такой фотографической памяти, какая была, скажем, у Льва Николаевича Гумилева, у него она была именно от матери и от отца наследственная. То есть, да, выписываю таблицами, ну, я пользуюсь, но не очень много у меня такой, все-таки, не математический склад ума. Да, карточками, да, много лет это собирается, конечно. еще помогло то, что, конечно, я книги его много лет читал и хорошо знал, и я в них легко ориентируюсь. Ну, а так, да, в архив ездил, ну, архив там, один там архив музея Ахматовой, где хранится фонд Льва Гумилевой, там, переписки, все, все хранится. Сейчас, может быть, там что-то изменилось, но было так. Так что, да, да, такая обычная классическая форма работая у ученого гуманитария, ничего нового такого нет. Главное, просто стараться работать много. Вы знаете, вот, я не могу сказать, что я такой сумасшедший работоспособный человек, что я все время работаю, там, но когда занят, когда стремишься к цели, когда собираешь материал, когда подчиняешь все, вот, все задачи текущей, тогда работа споется и все удается. Наверное, кстати, умение концентрироваться на работе, это важнейшее свойство. Кстати, когда Гумилев писал о профессионарности, это тоже, наверное, профессионарности требует, да не, наверное, а точно. Вот Юрий Олев, он не мог сконцентрироваться на работе, не мог уследить себя за стол, это видно по его дневнику, он в этом, честно, признается. А вот это нужно, чтобы сконцентрироваться на работе, чтобы видеть, видеть только это, главное. Еще есть вопросы, да. Видим. Очень хотела задать этот вопрос. Здравствуйте, Сергей. Вот библиотекари чего только не придумают. В нашей библиотечной системе был такой конкурс, мой портрет с любимой книгой. И мне попалась ваша книга. Гумилев, сын Гумилева. Я, конечно, вот долго над нею работала и долго думала и переживала. Вот как вы считаете, пассионарная теория этногенеза, она все-таки, вот эта теория, она достойная? Или вот столько критиков этой теории, что многие сомневаются в том, что это настоящее, вот такое видение мира. Это первое. А второе. Гумилев сказал, что Европа – это старушка, а нам нужно смотреть на Восток. Вот мне это тогда очень понравилось, а теперь мне кажется, что это очень актуально. Актуально ли это для вас или нет? Ну, вы такие вопросы задали. Тут на первый вопрос надо лекцию читать, отвечая, а на второй курс лекций. Вот. Ну, первое. Пассионарная теория этногенеза. Вот знаете, я только что, ну как только что, месяц назад я прочитал книгу Марка Бассина «Теория Льва Гумилева». Такой есть, американский географ. Он видел самого Гумилева в 80-м году, когда приезжал в Москву, в Ленинград на стажировку. Книга критическая, в основном такая ругательная, но довольно солидная. И это крупнейший труд о Гумилеве, написанный на Западе. Я даже рецензию на него написал, хотя книга уже вышла давненько, но все равно ее опубликуют. Вот. И как раз освежил в памяти этот материал. Конечно, пассионарная теория этногенеза, ну это величайшее достижение Льва Гумилева. Другое дело, что, ну конечно, там многие положения пока недоказуемы. Гумилев опередил свое время. Не только в его время, но и в наше время еще нет технологий таких, нет еще уровень знаний научных, недорос до того, чтобы определить, в чем именно заключаются там физические, биофизические основы пассионарности. Пассионарность, то есть повышенную социальную активность, повышенную активность при достижении целей каких-либо, от политических до вот творческих и научных, он открывает как историк, он открывает этот феномен. И я вижу, этот феномен есть не только в истории, он есть в жизни. У меня был начальник Николай Владимирович Коляда. Может быть, слышали это имя, да? Знаменитый театральный режиссер, а он в течение многих лет возглавлял журнал «Урал», где я работаю. И вот этот человек входит, и я сразу вспоминаю то, что Гумилев писал о пассионарной индукции, как пассионарный человек заставляет других людей подстраиваться под себя. Как мне сказала одна его ученица, вот он заходит, хочется сделать для него что-то хорошее, он так влияет на людей, это реальное явление, это видишь. Влияет на людей непростых, даже как-то был год театра, он на одном очень солидном заседании заходит, и академики и доктора наук, которые сидят в президиуме, начинают как-то вот с ним, не то что заискивать, но как-то вот видно, что они стараются ему понравиться. Конечно, это явление, описанное Гумилевым. Просто Лев Николаевич пытался найти физические основы вот этого явления, биологические, физические какие-то, но он не был ни биологом, ни физиком, он пытался струнчить с биологами, с Тимофеевым и Исовским, но они тоже были не готовы к такой работе. И я думаю, со временем, когда, вот сейчас одна из самых таких перспективных отраслей развития науки, это исследование физиологии мозга, центральной нервной деятельности, вот когда эти исследования будут успешно продолжаться, может быть, со временем настанет день, когда историк и нейрофизиолог смогут вместе работать над решением проблемы о таких биофизических основах пассионарности, которые Гумилев открыл как историк, как гуманитай. Он сделал все, что мог сделать гуманитай. Но следующий шаг в современное состояние развития науки пока не позволяет сделать. Он будет сделан, я убью, он рано или поздно будет сделан, и тогда мы оценим по-настоящему. Как знаете, Льва Гумилева, как знаете, в истории науки часто пишут, вот это открытие там было предсказано таким-то физиком, а это открытие было предсказано таким-то физиком часто за несколько десятилетий до самого открытия, бывает там в астрономии за столетия. И вот здесь можно сказать, что явление открытое или предсказанное Гумилевым будет открыто. Что касается Востока и Запада, сам Гумилев как раз был против этого противопоставления, он говорил, что Восток разный, он оперировал понятие суперэтнос, да, есть западноевропейский, но на Востоке не один суперэтнос, на Востоке есть Китай, а есть Индия, совсем другая, и совсем недружественная Китай, очень другая, так сказать, во всем другая. Есть Япония, а есть мусульманский мир, они все разные. Восток, а какой Восток? Ориентироваться на Восток? Лев Николаевич просто имел в виду еще и другое, он был специалистом по истории тюркских монгольских народов в Великой Степи, он им очень увлекался и утирал, конечно, некую научную объективность, он просто очень любил их историю, старался им дать более такое яркое, как ему казалось, место в историческом процессе, вот, он это имел в виду, про на Восток, да, поворот, а сейчас не знаю, но смотрите, на Восток, мы много знаем великих китайских писателей, много ли мы знаем великих, ну, с Японией лучше, а вот много ли мы знаем великих книг Индии, читаем ли мы, вот, Ромаин и Махабхарат, это наша литература, она известна. Он читает Салман Рожди. Салман Рожди, он такой, в общем-то, более европейский писатель, по-моему, уже, вот, по крайней мере, интегрированный именно уже в западный мир, поэтому мы культурно принадлежим как раз скорее Европе, нам она ближе, чем Китай точно, при всем уважении к этой великой стране, ее великой культуре, которую, конечно, надо знать лучше, чем мы ее знаем, но все равно мне трудно представить, что эта культура займет у нас место, там, культура Шекспира, Диккенса, Гарапо, вот, что это все станет для нас незначимым, а значимым, там, станет, там, Муянь, допустим, это трудно поверить. Спасибо большое, Сергей. Можем ли мы задать еще один вопрос в рамках... К сожалению, время, извините. Да, Сергей, я думаю, что он не уходит вот прямо сейчас. Да, можно лично пообъяснить. Да, и вопрос можно будет обязательно задать. Я напоминаю, что Сергей участвует и в других мероприятиях Рыжего Феста, и завтра, 23 сентября, в пятницу, в 12 часов, состоится его лекция «Пир на короне войны» или «Предвоенная Москва глазами парижанина». И завтра же Сергей вместе с другими участниками рассуждает об Урале как тексте «Культурные коды и смысл региональной идентичности» в 4.45. Большое спасибо за ответы. Спасибо, Сергей, да. Это была прекрасная встреча. Одну минуту.